Продолжение следует... 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 Медведь, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане в Вильнюс армии в Казахстане, в Казахстане в Казахстане, в Казахстане. Большое спасибо за просмотр! подавав в районную сельско, трепут бригаду Теофилию Манчунскому. Було деды прешутостану. И кештону, тукстанчу журусию, текти тукстанчу, поинтой билайске, и висок, тесно техникам. Дорогие ветераны великой отечественной Второй мировой войны, друзья, товарищи и все прибывшие сюда сегодня почтить память павших в боях, освобождая город Вильнюс и покоящихся здесь на склоне до Янтахинской высоты, дамы и господа. Сегодня, 13 июля 2014 года, исполняется 70 лет со дня освобождения столицы Литвы, города Вильнюс, от немецко-фашистских захватчиков. От имени Совета Вильнюсской организации, участников войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коллекции, поздравляю вас, участников боев, освобождавших Вильнюс, всех участников Второй мировой Великой Отечественной войны и всех прибывших сегодня сюда по случаю 70-летия этой исторической даты. Немного истории Вильнюса. 94 года тому назад, 12 июля 2020 года, Советская Россия, отстаивая право литвовского народа на столицу, Республики Московским договором признала городиню Свети. 70 лет тому назад, 13 июля 1944 года, соединение советских войск освободили город Вильнюс из немецко-фашистской оккупации. С победоносным наступлением советской армии в 1944 году Рузвельт и Чечель поздравили Сталина с освобождением стран Прибалтики из фашистской оккупации. Когда начались сражения за город Вильнюс, Черчилль поздравил Сталина со славными успехами в районе Вильнюса. Город Вильнюс освобождали. В 1920 году Красная Армия от поляков. В 1939 году Советский Союз передал Вильнюс литве. В 1944-13 июля Советская Армия освободила из немецко-нацистской оккупации на город Вильнюс покушались крестоносцы армия Наполеона. Витлеровская Германия оккупировала в 1941 году. Польская оккупация с 1920 по 1939 годы. В освобождении Вильнюса участвовали и литовские партизаны Вильнюсской и Тракайской бригады. Вильнюсской бригадой руководил Мариона Слицейко Тракайской бригадой Леофил Манчуцка. Благодарю вас, уважаемые ветераны, что вы постарались сегодня быть здесь. Очень приятно нам видеть здесь тех, кто участвовал в бояках, освобождая Вильнюс, а после войны активно трудились в его восстановлении из Руин. Они заслужили нашу большую благодарность, но и благодарность всех жителей и руководителей страны. Но пока еще они не получили, не чувствуют такую благодарность от руководства страны. Надеемся, в дальнейшем видимо поживут. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы в таком настроении. в праздничном. Кроме того, что мы здесь отдаем память и уважение павшим покородинам здесь, однако мы сегодня должны и отпраздновать этот день 70-летия освобождения нашей столицы. Еще раз спасибо. Спасибо всем. Дорогие ветераны, уважаемые гости, мы сегодня собрались с вами здесь для того, чтобы вспомнить очень важный, трагический, на месте с теми, знаменательный день, день освобождения Вильнюса от фашистско-немецких заходчиков. Мы очень хорошо помним, какой ценой подошли вы. Мы очень хорошо помним, какой ценой далась всем нам победа. и сегодня мы пришли сюда, чтобы склонить свою голову перед памятью тех, кто отдал свои жизни. Мы хорошо помним, что в боях за освобождение Литвы погибло около 80 тысяч военнослужащих Советской Армии, в рядах которой сразались не только русские, белорусы, украинцы, казахи, десятки национальностей, если не сотни. Помним о вкладе союзников в эту победу. Помним сегодня мы, конечно, и о том, что около пяти тысяч военнослужащих погибло в боях за освобождение Вильнюса. Из этих почти пяти тысяч три тысячи захоронены здесь. Я предлагаю почтить память погибших минуты молчания. спасибо. 70 лет это очень большой срок, это целая жизнь и долгая жизнь в жизни человека. и нам очень приятно сегодня, что среди нас находятся люди, которые непосредственно участвовали в боях, кто в ТО давал победу, способствовал ей. К сожалению, ветеранов еще уже становится немного, поэтому сегодня мы хотим искренне сыновья склонить кову перед вашим подвигом, перед вашим вкладом в победу, сказать вам большое искреннее спасибо и выразить надежду на то, что мы еще с вами будем не раз приходить сюда, не раз праздновать годы, десятилетия, если получится, победных дней. Сейчас, тогда, видимо, когда вы сражались и сломили голову фашизму, казалось, видимо, и вам, нашим отцам и дедам, что мы навсегда покончили с этим отвратительным явлением, но, к сожалению, фашизм, нацизм оказались живучими явлениями. И сегодня мы с вами знаем, что не где-то на другой планете, не где-то на другом континенте, а совсем недалеко от того места, где мы с вами находимся, по городам и весям ходят с высоко поднятой головой новые неонацисты, новые неофашисты. Я хочу сказать вам, ветераны, рано выходить из жизни. У нас еще есть с вами чем заняться, и хочу предложить вам жить и бороться вместе с нами и дальше. Спасибо. сказать выразить свою дань памяти и уважение тем повшим и освобождением воинам, коренным здесь и вообще в сегодняшнем дню. Пожалуйста. Пожалуйста, уважаемый Боженкин. Уважаемые присутствующие, я родился в селе Горьковской области. Отсюда оно расположено на расстоянии 1750 километров. В июле 44-го года из моего села освобождали Вильнюс двое. Один Иван Теплов погиб и похоронен здесь на воинском Антокольском кладбище. Второй сосед был ранен и в лесочке под Новой Вильней пролежал двое суток думал, что все. Его нашла литовская семья муж с женой, взяли его к себе, привели практически к жизни, потом отправили в лазарет, что был в костеле Петра и Павла и оттуда вместе с солдатами он уехал на Дальний Восток и там продолжал свою службу в войне с Японией. Вот я благодарен вам, что вы пришли и почтить память моего земляка Относичально Ивана Теплова и других людей. С праздником вам 70-летием освобождение Вильниса. Ты и молодцы имеете ввиду Расильда Макарабича. Добрый день господа ваши вселенцы все амбассаторы и все люди, которые сегодня собрались. Я очень благодарю вашему руководителю Декс Нису, что он своей командой сумел собрать людей, сумел руководить достойно, который и теперь вспоминает этот день. И если не их команда, может быть, в нашей стране и не было бы такого паразнника, может быть, мы и не собрались, как сегодня. Так что я вас поздравляю с праздником и преклоняю голову перед вами, которые воевали, которые освобождали страны. И большое вам спасибо за все. На этом кладбище похоронили мой муж и его сестра. Два брата погибли в войне, сестра была капитаном медицинской службы и всю жизнь помогали людям то, что мы делаем теперь с вашим руководителем уважаемым декснисом. Будьте счастливы, будьте здоровы и чтобы беды и несчастья обошли ваш дом и чтобы ваши дети никогда и внуки и наши не дождались такого кошмара, которого вы пережили. Преклоняюсь перед вами спасибо, что вы есть. демократов, руководитель социал-демократов Вильнюсской организации, уважаемые Станиславсу Гедрайтису. Пожалуйста. Гереми, кару ветераной, швишкельминго 75-го меня ему дали уважаемые послы дипломатического корпуса президентства в Литве. сегодня мы отмечаем большое событие воины советской армии, партизаны освободили Вильнюс от немецких захватчиков. Мы уже много лет отмечаем это торжественное событие. Мы не забываем воинов, павших за освобождение Вильнюса за освобождение Литвы. Если не они, сегодня Вильнюс не был столицей Литвы. Мы не забываем этих воинов, мы не забываем и руководителей Литвы, которые покоятся на этих кладбищах. Большое вам спасибо, что вы пришли сегодня, почти воинов, которые пали и отдали свою жизнь за Вильнюс. Спасибо посолу России, других государствах, которые вместе с вами. Большое вам спасибо. Уважаемый господин Пучковый. Спасибо. Дорогие ветераны, дорогие гости, которые с нами ждут великий счастливый день освобождения столицы Литвы. я горжусь, что я добровольно ушла в Сталинград и в участии свободы Вильнюса не участвовала, но я рада за все, что сделано для мира. Это наше поколение спасло мир от страшнейшего нацизма. Трудно себе представить, что бы было, если бы не было победы в этой войне. Мир бы был уничтожен, ведь Гитлер в своей книге Майн Камп не стесняясь написал после уничтожения евреев, цыган, славян прибалтийских стран не будет. Часть будет они мечена, остальные будут уничтожены. Очень больно, что наши товарищи из жизни уходят. Нас все меньше с каждым годом. Хотелось бы и заслужили на лучшую старость, на уважение. Я хочу пожелать ветеранам только здоровья, больше нам ничего не надо. И пусть молодое поколение, а их уже выросло несколько, уважают людей, которым благодаря живут на свете, может быть, даже и не родились бы. Здоровья посольствам спасибо за теплые отношения к нам и слава ветеранам. Спасибо.